Всем привет! Это уже третий выпуск, посвященный самым лучшим вокалистам. Не будем долго тянуть, поехали! Ты узнаешь его из тысячи. По усам, по шляпе, по бородавкам и по голосу. Леми. Человек, ставший настоящей легендой. Если по чесноку, то он хренов Иисус Христос. Леми воистину значимая личность в мире музыки. А что же касается его вокала? Сильный голос, сильная хрипотца и высокая стойка, усиливающая ее. Это мать его, Леми Киллмистер. Ну что, русофобы, выкусите? Я перезвоню. Валерий Кипелов. Его голос является гордостью российской сцены. Большинство вокалистов русского рока не могут впечатлить мощным взрывным вокалом. Но только не Кипелов. И пусть Валерий покинул коллектив и занялся своим сольным проектом, он навсегда останется непревзойденным голосом группы Ария. О ней должно знать больше людей. Нина Симон. Икона джаза. Обладательница очень сильного и в то же время гибкого голоса, что подтверждает широкий спектр музыкальных стилей, в которых она пела. Ее вокал по праву считается одним из лучших. Стоит отметить, что она была обладательницей редкого типа голоса – контральта. Это самый низкий женский певческий голос. И вот опять же, почему я ненавижу журнал Rolling Stones. Причин на самом деле множество. И вот одна из них. Они не включили его даже в топ-100 лучших вокалистов. Джон Бонжой. Эти ребята покорили не один хит-парад. Случалось и такое, что в горячей десятке было сразу 9 их песен. И, конечно же, вокал Джона сыграл в этом далеко не последнюю роль. Очень мощный голос, широкий диапазон и выступления вживую просто великолепные. Хер с этими Rolling Stones, я считаю, что Джон – один из лучших вокалистов в рок-музыке. Ой, скольких мадамочек он свел с ума своей хрипотцой. Гару. Пьер Гаран, наиболее известен как Гару. Канадский певец, получивший мировое признание после того, как исполнил роль Квазимода в мюзикле «Ноттердам де Пари». Как и у Леми, изюминкой его вокала является сильная хрипотца в голосе. Гару – очень эмоциональный исполнитель, что в совокупности с его вокальными способностями приводит слушателей в полный восторг. Он не только постоялец вокальных топов, он еще и неоднократный призер – Роберт Плант. Легендарный голос группы Led Zeppelin. Великий музыкант с не самой легкой судьбой. Считается одним из лучших фронтменов в мире рок-музыки. Что же касается вокальных способностей Роберта, никто не посмеет в них усомниться. В нем есть все качества, чтобы назвать его одним из лучших. Запоминающийся голос, широкий диапазон, мощный вокал. Он получил превосходное исполнение вживую, и даже сейчас его голос звучит отменно, а ему почти 70 лет. Я до сих пор помню то чувство, которое я испытал, когда впервые услышал ее голос. Силен Дион. Есть не так много исполнителей, чье мастерство не нуждается в нахваливании. И Силин – одна из них. Силен Дион. Я думаю, никто не усомнится в том, что она одна из величайших певиц в мире. Взрывной вокал, чувственный голос – Джо Элиот. Настоящий мастер своего дела. Вокал Джо очень сильный и запоминающийся. Когда Дефлэпор только начинали свой путь к славе, менее успешные группы пустили про них слух. Якобы их вокалист пользуется усилителями для голоса. Потому что его голос вживую звучит слишком мощно. Кстати, Джо Элиот – тоже один из немногих, кто берет верхние ноты нижним голосовым регистром. Что бы о нем ни говорили, он великий композитор, шикарный музыкант и замечательный певец. Элтон Джон. Субтитры создавал DimaTorzok Песня Элтона Джона «Одна красивее другой». А его голос и вокальную манеру вы узнаете с первых секунд. Как бы о нем ни шутили, что бы про него ни говорили, Элтон – великий музыкант, чей композиторский и исполнительский талант навсегда останется в мире музыки. Песня Элтона Ты тоже хочешь, чтобы она вернулась? Тарья Турнен. Певица из Финляндии. Широкую популярность Тарья обрела, будучи вокалисткой метал-группы Nightwish, в которой она пела с 1996 до 2005 года. Тарья – потрясающая певица, и ее вокал значительно выделяется на фоне остальных. А выступления на концертах показывают, насколько она хороша в том, что делает. Музыка Все. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь, вступайте в группу, голосуйте, лайк, дизлайк. Пока.